Ольга Курносова, российский оппозиционный политик, подключается к нашему эфиру. Здравствуйте, Аргал Девеновна. Доброе утро, Ольга. Ну вот, как вы относитесь к, собственно, вот этой стратегии голосовать за другого любого кандидата, кроме Путина? Насколько я понимаю, что и билборды вешают даже в российских городах, кстати. Не фотошоп ли это, потому что я вот в интернете смотрю, не могу для себя понять, каким образом вообще разрешают их повесить. Я имею в виду вот эти билборды с возможностью отсканировать QR-код и дальше там перейти и посмотреть о смысле программы российской оппозиции. Как вам вообще вот это предложение российской оппозиции? Ну, очень плохо, на самом деле, потому что оно помогает избирателям, ощущать это электоральное мероприятие как действительные выборы. Они действительными выборами не являются. Мало того, что они незаконные, мало того, что они недемократичные по многим причинам, но там кандидаты не могут выдвинуться, их не зарегистрируют, свободной агитации нет, подсчет голосов не контролируем, это все делает выборы недемократичными. Но не забывайте, что и выдвижение, это вот это произошло через жогу. То есть это выборы, которые пытаются легитимировать оккупацию украинских территорий. Поэтому любое участие в этих выборах, даже приход на избирательные участки, это соучастие в этом преступлении. Потому что это электоральное мероприятие, которое они называют выборами, это преступление. Это легитимация захвата чужих территорий. Я понимаю, что избиратель, который придет, ну вряд ли кто-то будет его к уголовной ответственности потом привлекать. Но внутри себя надо понимать, что это соучастие. Поэтому, конечно, помогать режиму и делать еще какую-то агитационную кампанию, на мой взгляд, это абсолютно неправильно, это ошибка. И не случайно вот это выдвижение путинское, оно произошло на следующий день после этого постановления. Что касается билбордов, ну я видела видео, когда как бы снимают этот билборд, и там вроде как был сначала один сайт, потом они его подменили. Вопрос не в этом. Вы совершенно правильно говорите, что даже какая-то фирма же заключила договоры на размещение этих билбордов, или какое-то физическое лицо. То есть таким образом, ну просто туда придут полицейские, и всех пересажают. Это же понятно. Поэтому я вообще не понимаю, зачем и как это делать. Ну, я вот тут не хочу выступать адвокатом дьявола, как говорится, но мне было интересно послушать аргументы того же Максима Каца, почему вот прям это очень-очень важно делать, да, он всячески выступает за, например. И как аргумент говорят, что, ну, таким образом, значит, если многие, в том числе члены избирательной комиссии, люди на местах, наблюдатели увидят, что вот прям подписей против Путина или за кого-то другого очень много, они вот задумаются, а зачем же тогда мы поддерживаем этого Путина, которому у нас, в принципе, где-то там есть вопросы. Вот аргумент у них такой. Что вы можете об этом сказать? Ну, просто смешно, да. Уже это было. В 2012 году ровно с этой поиской, да, когда были выборы 2012 года, еще даже до аннексии Крыма, как раз Навальный победил со своей тактикой, голосуя за любого, кроме Путина. Да, и это уже было, и голосовали, и что получилось. После этих выборов, именно потому, что была такая занята позиция, да, вроде как антипутинская, но немного соглашательская. Вот я сейчас разговариваю с ребятами, а те выборы совпадали с некоторыми местными выборами региональными, и, соответственно, кто-то имел возможность вести наблюдение там, потому что тогда еще было независимое наблюдение. И мне они говорят, слушай, ты представляешь, вот там в наших, не буду даже регионы называть, так как мы договорились с избирательными комиссиями, обратите внимание, договорились, что мы не будем им мешать подкасовывать за Путина, а они не будут нам мешать считать как бы правильно то, что, соответственно, предлагая, то, что делаем мы. Да, и мы видели, что за Путина уже набросали больше 20% бюллетеней. Представляете, тогда, в далеком 2012 году, они говорят, что даже в наших регионах по-хорошему должен был быть второй тур. А сейчас вообще нет независимого наблюдения. Поэтому, собственно, тогда эта тактика не сработала. Почему она сейчас-то должна сработать? Просто даже несерьезно. Скажут война, скажут война, скажут, что война поменяла критическое настроение народа, и вот они не могут нигде сказать об этом, кроме как на выборах. Я просто вам рассказываю аргументы, которые я слышал. Я их сам ставлю, честно говоря, под большое сомнение. Просто интересно, конечно, с вами это проговорить. Скажу другой аргумент. Одинственный год выбора в Государственную Думу, как раз когда многие люди в стране ужаснулись количеством фальсификаций, вышли на улицу, потребовали отмены результатов этого голосования. Действительно, были такие митинги, которых до этого страна не видела. В Москве выходило больше ста тысяч на улицу, в Петербурге 30 тысяч выходило. Такого вообще не было. И что? И прошло совсем немного времени, и Путина прекрасно себе избрали. Почему? Потому что не было того кандидата, за которого можно было голосовать. Потому что тактика – голосовать за кого угодно. Голосовали за кого угодно в Государственную Думу. Что сделала эта Государственная Дума? Он признал аннексию Крыма один человек, один, Илья Пономарёв проголосовал против. Все остальные либо удалились, как будто бы вы не голосовали, либо проголосовали за. Поэтому совершенно не работающая тактика и история нам это уже подтвердила. Безусловно, активный бойкот. Мне скажут, да ну, подумаешь, люди не придут. Но, тем не менее, даже если… Ведь они сами-то будут знать количество пришедших. И если количество пришедших, ну, например, будет около 50%, это для самой элиты будет говорить о том, а может быть, царь-то голый? А может, он не настоящий? А может, его народ-то не поддерживает? Ведь для диктатуры важны проценты поддержки. Да, вот если мы посмотрим, как отличается диктатура от автократии, просто в историческом масштабе, мы увидим, что когда диктаторы идут на выборы, они хотят, чтобы их поддерживало, ну, по крайней мере, 90% избирателей. Почему 90? Вот, например, в Советском Союзе там было 99 с копейками. Потому что, ну, вот, а 10%? Они такие ненадежные, поэтому репрессии-то они тоже нужны. И вот это все помогать создавать вот эту театральную картинку для диктатуры неправильно. Да, Ольга Владимировна, мы вас услышали. Спасибо большое за это включение. Мы были очень рады, как обычно, с вами пообщаться. Ольга Курносова, российский оппозиционный политик, присоединялась к эфиру телеканала Freedom. Благодарим еще раз. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom в Телеграм, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Телеграм в описании. Редактор субтитров А.Семкин